Ну, я понял, понял. Как вам в голову пришло вообще внедрять UGL в металлургии? Степень сопротивления изменения была намного выше, чем сейчас. Это вот как раз, наверное, ответ на вопрос, почему сейчас легче. Непростой вопрос. И, в принципе, власть как таковая там становится не нужна. В принципе, я к вам пришел за ответом на простой, не знаю, или сложный вопрос по поводу того, что такое UGL и его место в системе управления и в бизнес-системе Сверсталя вообще. Ну, как бы человеку, который только начинает с этим знакомиться, как я, например, да, немножко странно это выглядит, потому что, ну, система вот эта сама, да, вроде бы родилась такими неформальными людьми, да, как бы совершенно далекими от металлургической сферы и от промышленности вообще. И вот попытка пересадить, или, не знаю, перепривить это к металлургическим производствам кажется такой нетривиальной задачей, да. Вот как вообще появилась эта идея, вот это дело, совершить этот подвиг, да, как бы так говорить. Ну, я понял, понял. Ну, смотрите, я вот в этом плане абсолютно согласен, выступая сейчас вот на различных конференциях, мероприятиях, такие же вопросы задают абсолютно, да, то есть там и металлургия у нас присутствует. То есть вопрос очень конкретный такой, как вам в голову пришло вообще внедрять UGL в металлургии. То есть это скорее там для банков, телекоммуникации, там IT, да, исторически эта тема. На руках, я знаю, программисты начали первую руку. Да, это там, террочно говорят, начало 2000-х годов, там Америка, вот как раз небольшой, так скажем, кворум программистов, которые проповедовали вот такие гибкие методологии разработки, они пришли к тому, что традиционные практики управления проектами, они уперлись определенными ограничениями. То есть клиент хочет более частого взаимодействия, ситуация вокруг меняется, и в итоге клиент вроде получает то, что он заказывал с точки зрения техзадания, но его это не радует. Вот, и группа людей решила это изменить, у них там появилось несколько принципов UGL, так называемых, да, которые они стали транслировать. И, собственно говоря, вокруг вот этих принципов и ценностей родилась такая вот UGL-методология, которая нас заинтересовала в 2016 году. Хотел уточнить, вот как Вы сами для себя определяете, вот, если так по-простому, что это такое? Ну, вот, совсем просто, если вот совсем просто, это когда сотрудников организации вытаскивают из традиционных, так скажем, департаментов, отделов, размещают вместе в большой комнате, как называют сейчас open space, модным словом, и где они решают конкретную задачу, работая под клиента. Да, то есть, чтобы максимально удовлетворить то, что клиент, собственно говоря, хочет. А клиента, в части клиента, обязательно это будет призыв? Обязательно, хотя бы в части того, чтобы согласовывать, так скажем, движение по разработке продукта. Как правило, эту роль выполняет, ну, специальный человек этой команды, называется он владелец продукта, который очень часто взаимодействует с клиентом, условно говоря, показывает, там устраивает, не устраивает, как тебе вот такие свойства, как тебе такой, там, не знаю, интерфейс взаимодействия, как тебе такой сервис, удобно, неудобно. Вот, собирает с него обратную связь и очень быстро транслирует эту обратную связь команде. А так как команда, она именно вот кросс-функциональная, да, то есть она собрана из различных, так скажем, участников, которые имеют необходимые компетенции, то, как правило, и решение находится очень быстро. И то, что они находятся вместе, это вот намного упрощает процесс взаимодействия, коммуникации. Вот, очень много там внутри этих команд про тему культуры, то есть как вообще эта команда работает, да, как руководитель с ней взаимодействует, то есть традиционная, так скажем, привычная нам модели управления, так скажем, да, когда там четкие графики, спрос по отклонениям, они в такой парадигме, ну, неэффективны, да, то есть команды, они не могут раскрыть весь свой потенциал, и поэтому там, ну, с точки зрения вот именно культуры, вопросов мотивации, подходов, я бы сказал, кардинально другие вообще механизмы взаимодействия. То есть это вот то, что отличает, то есть я бы сказал, что agile – это не просто набор каких-то вот инструментальных вещей, типа там вот скрам или канбан, там или какие-то доски визуализации, стикеры, вот как у меня здесь в кабинете висят. Вот это во многом про то, что адепты этой методологии называют be agile, то есть быть agile, то есть это именно культурная составляющая, то есть как ты выстраиваешь работу в команде, как ты управляешь задачами, как ты даешь обратную связь, какая модель поведения руководителей, вот, и это на самом деле намного сложнее, чем научить работать вот, например, с той же доской, там, движения по задачкам, то есть это вот намного сложнее. Ну, я хотел, вот, как вы упомянули, там еще такой термин, такой уже известный давно на Северстайле, насколько я знаю, это канбан, да? Канбан, да. То есть тоже определенная система улучшения, да, и тоже определенная методика, да, и даже, как бы, вот, и, как говорят, что это тоже часть эджайла, да, ну, по крайней мере, философия эджайла. И канбан уже давно используется на Северстайле, и, в принципе-то тоже, когда он начинался на Северстайле, тоже было определенное, там, как бы, к нему, ну, такое неоднозначное отношение. Согласен. Вы повторяет ли, как бы, вот сейчас, вот, вторая, вот, как бы, итерация, вот, то есть встречать такое же, как бы, вот, ну, определенное, вот, недоверие, там, и сопротивление, либо уже происходит, вот, поскольку опыт есть, уже легче это все внедрять. Я просто вспоминаю сейчас, как раз, канбан у нас появился где-то в 2006 году, то есть к нам приезжали консультанты с Toyota Production System, так называемые, вот, и, ну, достаточно компетентные люди, но при этом абсолютно правильно подмечено, то есть они столкнулись с теми культурными реальностями, которые, ну, у нас были на тот момент, тогда, я бы сказал, что степень сопротивления изменения была намного выше, чем сейчас, это вот, как раз, наверное, ответ на вопрос, почему сейчас легче, да, то есть мы в течение последних 10 лет, а вот в текущем году наша бизнес-система, она как раз отпраздновала 10-летний юбилей, то есть вот в течение этих 10 лет было проведено очень много проектов получения, в том числе с применением, ну, различных лин-методологий, и канбан это одна из них, вот, канбан в agile, кстати, немножко другое, вот, у них объединяется, скорее всего, там, одно название, вот, и некая общая сущность, но, в принципе, они об одном и том же, как сделать процессы более эффективными и быстрыми. В моем, как бы, непрофессиональном понимании, да, канбан это метод таких каких-то маленьких, осторожных улучшений. Нет, это вы путаете, есть, да, это вы путаете с кайдзеном, есть кайдзен, кайдзен, это вот японское слово, тут тоже иногда идут дискуссии на всяких мероприятиях, как оно пишется, через е или через э, но это не важно абсолютно, вот, то есть кайдзен это процесс непрерывных улучшений, то есть маленькими, такими, вот, короткими итерациями делать процессы немного лучше. Канбан, тема, которая выросла из бережливого производства, из тойоты, и она нацелена на то, чтобы делать продукцию точно в срок. То есть, вот, ключевая задача, это некая визуализация, она, по-моему, даже переводится, вот, канбан с японского, как вывеска или рекламный щит, то есть показать, что есть какое-то, например, отклонение или достигнута какая-то отметка, когда уже необходимо, например, сделать заказ, да, или остановить производство, что это вот некий такой сигнал, который, так скажем, балансирует всю производственную цепочку. Мы как раз в разрезе, ну, вот, тех изменений, которые были 10 лет назад, мы фокусировались именно в производственную сферу, то есть все, что происходит в наших цехах, вот, а здесь канбан в agile его рассматривают как возможность улучшить процесс в целом, например, процесс инвестиционной деятельности, да, то есть вот идея возникла, там, у сотрудника, и идея реализовалась в виде конкретных изменений, там, на стане или вообще строительства нового станка, да, то есть этот длинный процесс, он занимает, ну, у нас сейчас, там, несколько лет, вот, как сделать так, чтобы он прошел намного быстрее, то есть как расшить все ограничения, которые есть внутри этого процесса, сделать его максимально быстрым, эффективным, вот это, вот на эту задачу отвечает как раз, скажем, методика канбан. Визуализировать все, разбить по стадиям, так называемые стейдж, стейдж-гейты, вот, понять, что там внутри, сдерживать скорость, то есть как они взаимодействуют, какие люди вовлечены в процессы, там, как это можно улучшить, да, то есть... Ну, то есть канбан не потерял свои актуальности? Нет, не потерял, но я бы сказал, перешел на некий такой макро уровень больше, да, то есть если раньше мы работали в рамках локальных, таких вот производственных участков, то сейчас мы смотрим в большей степени своей помощью сквозные процессы, опираясь вот на такую вот уже ЭДЖЕО-методологию. А с точки зрения вашего вопроса ключевого, есть ли сопротивление определенное, да, там, или как это вообще принимается, применяется? Я бы сказал, что ситуация вот за последние 10 лет очень сильно, радикально, я бы сказал, поменялась, то есть команда вообще Северстали в целом, она привыкла пробовать новое, вот, к постоянным изменениям, то есть я бы сказал, что мы не прожили, наверное, ни одного года, когда мы не попробовали какой-то или иной инструмент, практику, подход. Вот, большинство руководителей Северстали прошло так или иначе через проекты бизнес-системы в различных, так скажем, ну, ролях, кто-то их и лидировал, кто-то был участником, кто-то помогал в рабочих группах, вот, поэтому с точки зрения вот чего-то нового сейчас намного проще, но тем не менее все равно вот этот аспект, так скажем, новизны, он всегда включается, то есть, как правило, первая стадия это всегда некое отторжение, настороженность, вот, но большую работу делом с точки зрения разъяснения, объяснения, я бы сказал, что она, там, зачастую занимает значительное время, то есть, как со всеми договориться, разделить, вот, понять, как мы будем работать, взаимодействовать по-новому, то есть, для нас это существенная трансформация, она точно, там, ну, такая достаточно трудоемкая до сих пор. Вы упомянули 2016 год как... Шестой? Ой, нет, я бы не имею в виду, сейчас Вейджайл уже, вы сказали, что как раз через 10 лет после начала внедрения Кайтона или Канбана, я уже себя запутал, появилась необходимость в Вейджайле, да? А почему именно вот 2016 год, что произошло вот в это время, такой кардинально? Ну, мы вот увидели, что в течение, наверное, нескольких последних лет нарастал некий тренд изменения потребительских, так скажем, запросов от наших клиентов, то есть, клиент хочет быстро, клиент хочет новые продукты, он хочет здесь, сейчас, он хочет некий такой постоянный контакт с точки зрения доработки. Вот, мы увидели, что сроки ввода наших продуктов на рынок, они, так скажем, отличаются от лучших практик мировых, но отличаются в худшую сторону, вот, иногда даже в несколько раз. И поняли, что не меняв ничего, то есть, мы начнем просто снижать свои лидерские позиции и начали искать, так скажем, ответ на вот эти вызовы, которые возникают у нас во внешней среде. То есть, это изменение потребительских предпочтений клиентов, это, так скажем, наше отставание с точки зрения лучших практик по вводам новых продуктов и в целом изменение технологий, да? То есть, появилось очень много там новых технологий, мир диджитализироваться, то есть, при этом, все знают, ты не использовав, так скажем, вот эти все возможности, ну, можно говорить о том, что ты начнешь просто отставать, отставание начнет накапливаться и, соответственно, ни к чему хорошему это не приведет. И для нас agile-то был один из ответов, то есть, мы это нашли с точки зрения, там, поиска лучших практик, опять же, в других сферах, прежде всего, вот, но, тем не менее, задали себе вопросом, а почему это не может быть релевантным для нас, то есть, что является блокиратором, не попробовать это здесь. И стали пробовать на маленьких командах и увидели, вот, уже в 2016 году, что это дает эффект. То есть, когда сотрудников мы объединяем общей целью, они имеют, так скажем, различную структуру компетенции, и мы с ними начинаем взаимодействовать в другом формате, ориентируясь на клиента, мы видим очень хорошую эффективность, там, вот, от такой работы. Поняли, что идея классная, идея точно имеет большой потенциал, и 2017 год уже стал годом, так скажем, наращивания наших компетенций, то есть, мы стали более углубленно посещать другие практики других компаний, просто, ну, перенимая опыт, то есть, смотреть, как они проходили через этапы вот этой джел-трансформации, что необходимо делать у нас. Вот, ряд, так скажем, подходов с точки зрения вот организационного дизайна, с точки зрения того, какие инструменты используются, мы решили попробовать у нас, и хорошо это у нас отработало именно в теме разработки новых продуктов, я бы так сказал. То есть, там есть конкретные очень хорошие достижения, и самое главное, те сотрудники, которые туда увлечены, они с такой вот теплотой, так скажем, отзываются о этом формате работы. То есть, они почувствовали именно вот глубокую вовлеченность в то, что они делают. То есть, на мой взгляд, это вот помимо там бизнес-метрик, когда у тебя есть конкретная там задача вывести что-то быстро на рынок, больше продать, условно говоря, вот, снизить себестоимость. Не менее важный фактор это то, как сотрудники вовлечены в те процессы, которые, собственно говоря, они делают, и мы увидели, что этот подход, если его правильно организовать, он именно дает такой результат. То есть, растет вовлеченность людей, снижаются сроки разработки продуктов, улучшается в целом качество, снижается себестоимость, поэтому мы стали масштабировать этот подход. Вот вы сказали, что у нас поначалу опробовали на небольших командах. Ну, какой-нибудь пример можно привести, вот с какой команды, например, там, начинали. Ну, вот какая-то же была конкретика. Да, команды, команды, вот, по выводу новых продуктов, то есть, разработка новых продуктов. Хороший пример это вывод такого бренда, как мы сейчас называем, Северфарм. То есть, это продукт для сельскохозяйственных нужд, то есть, это металл, который работает, так скажем, в агрессивных средах, ну, сами понимаете, там, свинофермы, курятники, там, скажем, такая среда, которая чувствительна, очень, там, металл очень чувствительен к этой среде, и там требоваться особое покрытие, особое свойство. То есть, с одной стороны, чтобы они были легкие, там, чтобы они были с точки зрения монтажа удобные, и самое главное, чтобы они в этих средах, там, долго могли стоять и не требовали замены. Вот, собственно говоря, через такой подход, как организация работы по SGL, вводился этот продукт. То есть, очень частая коммуникация с клиентом, с потенциальными клиентами, их вовлечение в разработку свойств, это тестирование в наших лабораториях, то есть, подбор нужных характеристик, опытные поставки, получение обратной связи, быстрые корректировки. Вот, то есть, это очень такой вот прикладной процесс, то есть, как раз то, что описывает Agile, то есть, конкретно задача вывести новый продукт. Идея пришла, с клиентами, соответственно, начали прорабатывать, как лучше это делать. Нашли всех специалистов в команду, то есть, это и, там, производственники, это R&D наш, да, исследования и разработки, это продавцы, которые лучше всего, клиента знают наши технологии, которые разрабатывают технологию, вот, ну, и, соответственно, планировщики, которые могут все это, там, запланировать и, собственно говоря, произвести. И, благодаря вот такой работе появились первые заказы, и могу сказать, что уже сейчас это, там, даже не десятки, не сотни тонн, уже, там, переходим на тысячи, и получаемся, это хорошие добавленные ценности, так скажем. Поэтому, ну, такой, наверное, конкретный прикладной пример. Это один из таких продуктов много, то есть, это уже не один десяток. А вот такой-то, может быть, примерно, начало, да, а вот уже, когда более зрелые какие-то наработки, более значимые, можно еще, тоже, как-нибудь привести там. Ну, я бы сказал, что это, наверное, вот, здесь не сказать, что это дает глобальный эффект сразу на какой-то команде, это, как правило, именно совокупность. То есть, если мы попробовали это вот в 2017 году на одной команде, то сейчас таких команд у нас, там, больше 20. Да, и то есть, вот эта вся синергия, которая возникает, это как раз результат работы, так скажем, большого количества данных команд, которые работают вот в такой методологии. И что бы хотел отметить, наверное, вот про текущий год и про прошлый год, это применение этих практик в производстве непосредственно. То есть, вот мы тоже аккуратно это делаем, но, тем не менее, делаем там, где есть запрос, прежде всего, там, от руководителя производственного сегмента, вот управление главного энергетикой у нас в этом плане хорошо эту инициативу поддерживают. Там они организовали, называют, штаб по снижению затрат в agile формате. То есть, ставится конкретная задача по экономии энергоресурсов, вот, формируется под эту задачу такой гибкий состав команды с необходимыми компетенциями, активно поддерживают лидер, то есть, руководитель управления главного энергетикой. И вот в таком гибком режиме, то есть, путем коротких экспериментов, например, идея какая-то пришла по экономии, попробовали, выглядели, что это дает эффект, написали регламент и внедрили в постоянную практику. То есть, вот, с помощью этого подхода также работаем над снижением себестоимости. И там эффекты в прошлом году, они исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей. Мне вспоминается на одной из пресс-конференций, по-моему, Шевелев приводил пример, когда объединенная команда, насколько я понимаю, двух дивизионов, ресурсного и стального, сумела там изменить шехтовку. На позольности, да. Да, да, да. И удалось использовать более дешевые угли для того, чтобы производить металл. И это там, на самом деле, там, по-моему, чуть ли не под миллиард эффект был. Я бы не сказал, что это вот в чистом виде была agile команда. Но он называл, что это использование agile. Там точно использовались agile принципы, то есть, это гибкость, это эксперименты. Agile команда, как правило, это те люди, которые очень плотно работают, взаимодействуют вместе практически на ежедневной основе. Но, тем не менее, использовались, в принципе, agile, там, да, и эффект, вот, снижение зольности в угле, и тот эффект, который мы получили в фокусах к водонименному производству, он, на самом деле, там, очень существенный, там, измеряется, там, даже уже не сотнями миллионов, а в миллиарде можно обозначить. Абсолютно правильно, да. А скажите, вот, ну, есть вот в моем представлении, как бы, вот, у каждого такой методики, у каждого способа, вот, управления, там, или решения задач, определенная переживаемость, будем так говорить, да? То есть, вот, насколько это подходит, насколько это сохраняет в долгосрочной перспективе свою актуальность, вот здесь-то, как Вы считаете, что является решающим? Вот результативность этой штуки, либо, как Вы говорите, изменение людей, вот, как бы, вот их, в какой-то степени менталитета, их взгляда на вещи. Что здесь важнее? Ну, я бы, все-таки, наверное, на первое место поставил вторую составляющую, это то, как мы ведем себя. То есть, культурную составляющую. Да, да. При всем при этом, конечно, результаты важны, но, опять же, когда мы только пробовали, иногда и сейчас у нас есть, так скажем, проекты, где не все получается так, как мы хотим, да, то есть идет, так скажем, ну, не тот результат, который мы ожидаем, вот. Вот. При этом мы в нашей команде верим, что именно такой подход, подход от ориентации на клиента, работа короткими итерациями в курсах национальных составах, именно приведет у нас в будущем к желательному результату. То есть, здесь очень важно правильное поведение ключевых людей, которые увлечены в данные команды. Прежде всего, как мы их называем, владельцы продукта, то есть это, по большому счету, в какой-то степени нужно их назвать руководителей этих команд, вот, которые должны демонстрировать соответствующее поведение, разделение, вот, ценности. Это открытость, это доверие, это делегирование в команды, так скажем, того, как они будут достигать цели, то есть, словно говоря, не диктовать, что надо сделать, не контролить, а помогать, поддерживать, вот, говорить, какие приоритеты, спрашивать, какие ресурсы необходимы. То есть, это очень, так скажем, иногда сложно сделать, ну, то есть, когда ты, как бы, рос в определенной модели управления, плюс это все равно подразумевает некий, там, отказ от части властных полномочий, вот, как ни крути, это ментально сложно просто, вот, и не всем это подходит, вот, я что могу сказать. Поэтому, вот, вопрос изменения именно культурной составляющей у нас, сейчас, можно сказать, самый острый в этом плане, и мы с ним работаем, каким образом? У нас есть, так называемые agile-коучи, вот, то есть, это те люди, которые, как раз, отвечают за то, чтобы у нас в компании сформировалась правильно, вот, модель поведения agile-лидеров, да, то есть, они смотрят, как команды работают, дают своевременную обратную связь, в том числе, там, ключевым фигурам, о том, что, вот, условно говоря, это поведение, оно хорошо, а вот здесь надо внести определенные корректировки и с ними вместе договариваться, как это сделать по-другому, вот, потому что меняться тяжело, то есть, когда тебе кто-то со стороны помогает, делать это проще, иногда просто за собой не замечаешься. Я могу сказать, что у меня тоже такой есть человек, который, в том числе, следит за моим поведением, и я так же меняюсь, и это мне тоже дается. Он прям так входит в зоне, это логично? Нет, нет, конечно, но он знает, что у него есть эта роль, вот, и на определенных встречах он просто фиксирует то, как я себя веду, в том числе, там, с сотрудниками, с командами, и делает мне периодически такую рефлексию на тему, там, моего поведения, вот, это надо просто принять, потому что, ну, с этим не просто работать, когда тебе, скажем, на регулярной основе говорят, что тут надо скорректировать, и здесь можно было по-другому. Заводите вопросы, как вот ты считаешь, это вот было эффективно, а вот у людей остался осадок, например, после твоего, там, какого-нибудь замечания. Вот, и с этим, в общем, надо понять, вот, как работать. Для нас это некая такая тоже новая тема, новая роль, вот, мы сейчас очень активно ее развиваем, и коллеги, которые эту роль выполняют, они также до сих пор у нас учатся, вот, и считаем, что это вот как раз будет той как раз составляющей, которая позволит обеспечить стабильность, вот, именно переживаемость этих изменений, потому что... Скажите, это люди совершенно посторонние или они выращены? А вот у нас, кстати, была развилка, когда мы думали, кого брать на эти позиции, мы посещали несколько компаний, прилиже, чем принято решение, и нам во всех компаниях сказали следующее, это должны быть люди из вашей организации, которые имеют долгий опыт работы в целом, вот, и ментально, так скажем, очень зрело, то есть это уже, так скажем, состоявшиеся по большому счету такие сотрудники, которые могут, которые воспринимаются очень, там, ну, серьезно и могут влиять, вот, поэтому мы сделали ставку на сотрудников из компании Север Групп, вот, в целом, то есть, которые, мы считаем, что мы все равно объединены единой культурой, вот, мы ее развиваем, и поэтому у нас вот коллеги, они из, так скажем, периметра группы нашей компании сейчас. Я хочу, чтобы уточнить, вот, мы сейчас говорим о командах, которые, ну, горизонтальные, там, на производстве, там, на сбыте, там, или они космоциональные, а вот, что касается топ-менеджмента, вот, которому вы принадлежите, там, как-то, и джайл используется в текущей работе, либо это еще следующий этап, либо это, либо это не будет никогда там использоваться. Я бы сказал... То есть на Олимпе, будем так сказать. Да, я бы сказал, что, если серьезно говорить о джайл преобразованиях в организации, я бы, наверное, даже подчеркнул, что это ключевой момент, это ролевая модель именно руководителей топ-менеджмента. Вот, если наверху в это не верят, даже на уровне просто веры, то ничего в организации получаться не будет, это однозначно. Вот, поэтому у нас эта вера, она есть первая, там, в нашей управляющей топ-команде, и прежде всего у нашего генерального директора, Александра Шевелева, вот, который очень привержен этому подходу, и в том числе в наших встречах применяется очень много сейчас джайл-инструментов. Я уже не говорю сейчас даже про культуру, я просто говорю про инструменты. Например, у нас есть такой инструмент, называется мета-скрам, то есть что-то такое, это площадка, куда скалируются, ну, попросту говоря, вытаскиваются проблемы, которые не решаются вот в джайл-командах. Например, там, найм необходимого сотрудника, там, выделение определенного бюджета, там, еще какой-нибудь организационный вопрос, который требует срочного решения. То есть у нас два раза в месяц есть такая площадка, которая как раз вот с использованием вот этой скрам-воски, куда эти проблемы, можно сказать, выносятся, и наша команда сама вытаскивает эти проблемы. То есть там лидер не назначает, не говорит, как раньше, там, запишите в протокол, там, Иванов будет решать, через неделю доложит. Нет, то есть у нас топ-команда сама вытаскивает задачу, которую хочет взять в разработку, то есть лидер сам себя назначает, к большому счету сам ставит себе сроки, и вокруг себя объединяет, так скажем, уже группу участников, которые должны вот этот блокиратор устранить. То есть вот на уровне топ-команды работают такие инструменты, и это один из просто. Очень много сейчас вот у нас и обсуждений, всевозможных, которые идут, они выстроены максимальной, так скажем, парадигме открытости, доверия, то есть чтобы все прозрачности, то есть чтобы все видели, по каким принципам принимается то или иное решение. Вот это тоже элемент вот agile культуры, которая, так скажем, на мой взгляд, очень важна. Я вот хотел еще продолжить вот такую мысль. Ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, но вот метод agile, да, он такой, на мой взгляд, пионерский, то есть вот это нечто вроде как сродни тому, как на войне ведется разведка, то есть какие-то сканируются определенные области, потом производится какой-то анализ, и дальше очень принимается быстрое решение, и значит, если результат отрицательный, сразу видно, да, то есть резко меняется вектор, да, идут люди в другую область, то есть вот эти самые спринты, да, о которых говорят, они как бы короткими итерациями происходит вот это вот исследование, да, чего-то и создание чего-то. На мой взгляд, это вот сейчас актуально, потому что очень внешняя среда, она очень такая вариативная, очень быстро меняется, очень много непонятного во всех областях, не только там, условно говоря, металлургии, и в политике, и в экономике вообще, и в социальных связях. Очень много сейчас происходит перемен, и если на самом деле зарубиться там на какую-то долгую тему и никуда не сворачивать, то можно уехать черно и откуда. Вот, если я прав, я к чему хочу перейти к вопросу об универсальности этой системы, то есть можно ли ее применять, ну, грубо говоря, не только в экономике там, или не только в крупной экономике, а в какой-то вот малом, среднем бизнесе. Вот что у вас взгляд на эту тему? Ну, я бы сейчас сказал, что это, на мой взгляд, сейчас является залогом вообще успеха малого бизнеса и среднего, в том числе применения таких подходов и практик. Вот, и джаз же, ну, я бы сказал, он впитывает в себя очень много различных инструментов, такие темы, вот как линд-стартап, это как раз вот очень похоже на то, что вы говорили, то есть быстрое тестирование гипотез, работа, так скажем, через минимально жизнеспособные продукты, когда ты даешь клиенту что-то попробовать, условно говоря, некий такой полупродукт, и он очень быстро уже понимает, это ему интересно или нет. Вот, дизайн-синкинг, то есть дизайнерское мышление, то есть каким образом как раз понимать, что клиент хочет, там, как это выводить очень быстро, и как, опять же, учиться об его опыт. То есть, и вот таких практик, методик и подходов, они сейчас, первое, их достаточно много, во-вторых, они уже достаточно изучены, вот, и в-третьих, именно малый бизнес в этом плане, на мой взгляд, он способен их внедрить намного быстрее. То есть здесь мы говорим про организацию в 50 тысяч сотрудников, да, на Северстале. Вот, малый бизнес, это, ну, небольшая команда, как раз, я бы сказал, что это agile команда, ну, то есть если там, то есть 7-8 человек, как нам рекомендуют эксперты, чтобы команда была не больше, там, 7-8 сотрудников, вот, то это, в принципе, нега такое, вот, совсем малое предприятие, которое может работать в agile формате очень, очень успешно. И причем целиком. Полностью и целиком, применяя как вот элементы культуры, так и элементы, так скажем, инструментальные конкретно. Вот, то есть на мой взгляд, если, хороший ответ был, я задавал похожие вопросы, я задавал вопрос одному эксперту, скажите, говорю, пожалуйста, где agile нужен, а где нет? Вот, на что он мне ответил следующее, agile необходим там, где не очень понятно, что требоваться сделать, и под это надо организовать достаточно большое количество людей. Ну, то есть у тебя не очень понятно, с каким продуктом ты должен выйти, вот, при этом тебе необходимо как-то взаимодействовать с сотрудниками. Если у тебя понятный рынок, если у тебя понятный, так скажем, слоно говоря, сбыт, как его раньше называли продукцией, вот, невысокая волатильность, и достаточно такие повторяемые процессы, я бы не рекомендовал вообще с agile в эту историю ввязываться. То есть, если все в этом плане прозрачно, есть спрос, ничего инновационного, так скажем, то, что выходит за грани существующих каких-то стандартов, не требуется, я думаю, что у нас такие сферы тоже, наверное, где-то есть, вот, то в принципе, я бы туда agile не рекомендовал им верить. Скорее, он там нанесет вред и какую-то внесет анархию, чем доставить ценности. Если взять нашу государственную профиль, вот туда нужно оставаться с agile, или лучше не трогать. Вот как раз это та сфера, где он может быть опасен. Непростой вопрос. У нас недавно был тут, так скажем, семинар про такое направление, как холократия, то есть, переход вот от, так скажем, иерархии должностей в плоскость ролей. То есть, там ключевая как раз тема, связанная с тем, что сотрудники объединяются в так называемые круги, и эти круги решают те или иные проблемы, и внутри выстраивают правила взаимодействия между собой. В принципе, власть как таковая там становится не нужна. Ну, то есть, вот, она приобретает совсем другого свойства. Вот, такие компании уже, так скажем, кое-где в мире существуют, показывают неплохой эффект. Компания Запас, например, ну, сейчас приобретено Амазоном, тем не менее, очень высокоэффективно. У нас, в России, недавно тоже мы общались с руководителем банка точки, это Екатеринбург, где они тоже применяют, так скажем, принципы бирюзовых организаций, и мы видим, что это, он тоже позволяет раскрывать потенциал сотрудников, быстрее решать вопросы, предлагать реактивные решения, давать очень крутой быстрый сервис. При этом, это на уровне государственного управления, я думаю, наверное, в каких-то командах, да, ну, то есть, в каких-то частях вот этой системы государственной вполне возможно попробовать, так скажем, ряд практик. Мы же тоже, вот у нас на Северстале мы не внедряем везде вот эти подходы, то есть, есть, так скажем, подразделения, куда мы даже строго не рекомендуем с такими гибкими темами заходить, где требуется стабильность, где требуется выполнение стандартов, ну, например, тоже там доменная печь, то есть, там есть параметры, есть там конкретные процессы, которые прописаны, не стандартизированы, не очень обусловлены глубоко, так скажем, всевозможными исследованиями научными, поэтому мы там работаем, исходя вот из той системы управления, которая у нас есть, и она достаточно эффективна, но там, где требуется креативность, там, где требуется нечто новое, где требуется под эту организацию людей, там требуется совсем новый формат работы. Коротко, наверное, ответить на этот вопрос, я бы на месте нашего руководства государством деда это попробовал. Аккуратно, осторожно посмотрел, что бы из этого получилось, методом эксперимента. Скажем, сделал бы выводы какие-то и подумал, что с этим делать. Я сейчас подумал, что у меня тут намечается интервью с одним из заместителей губернаторов. Надо бы задать вопрос, использовать. Мы, кстати, иногда, общаясь с органами государственной власти, по крайней мере, делимся материалами и можем определенную предоставительную работу даже в этом плане провести. Потому что считаем, что в этой теме есть будущее. Это как некий тренд. Если сейчас он только зарождается, то через 10-20 лет это просто станет нормальной практикой, про которую даже никто уже не будет интересоваться, снимать интервью. Это станет просто частью жизни. Субтитры создавал DimaTorzok для конкретных людей на Северстале влияет на их развитие в компании, на их карьерный рост. Я вот к последнему вопросу пытаюсь подойти и так завуалированно. Он такой многоличный. То есть вы совершили определенную карьеру в компании. От рабочей специальности фактически. Вы сейчас стали директором 1 из 10-2 в компании. Есть какие-то секреты, мастерства? Как вот так вырасти можно? Оглядываясь на свой. То есть какие-то методики может быть есть? Ну это естественно. То есть какие-то темы, которые я узнал, я точно применяю в жизни. Я бы не сказал, что это в чистом виде agile или lean. Но есть, так скажем, несколько, наверное, таких вещей, которые я бы, наверное, рекомендовал каждому как минимум себе задать. Как некие такие важные вопросы. И первое, на мой взгляд, с чего стоит начать, это ответить на вопрос вообще, почему я в этом мире нахожусь. На мой взгляд, это очень важный источник мотивации, который заставляет утром очень рано иногда вставать и что-то делать. То есть сформулировать некую свою миссию жизненную. Я ее для себя тоже сформулировал. Она звучит следующим образом. Это помогать людям, командам и компаниям преодолевать границы своих возможностей и воплощать жизнь своей мечтой. Она у меня так звучит очень конкретно для меня лично. И это то, что меня мотивирует, драйвит. И вот в рамках уже этой, так скажем, миссии у меня поставлены конкретные цели. То есть я работаю тоже в логике неких спринтов. Есть там и пятилетние, честно говоря, задачи, которые распадаются на более короткие периоды. А дальше вот это инструменты, так скажем, повышения эффективности. То есть ты задаешь себе вопрос, что тебя приближает к этим целям, а что наоборот тебя сдерживает. И ты начинаешь с этим всем работать. То есть фокусируешься на том, где ты силен и пытаешься убрать потери, как это называется, в методологии бережливого производства. При этом применяешь практики, которые современные, вот с инновацией приходят. То есть дизайнерское мышление. То есть как посмотреть, что происходит вокруг, где еще есть возможности, как их можно использовать, как вовлечь людей в то, чтобы они помогали, в том числе, в реализации этой эмиссии. Вот, наверное, вот такие ключевые опросы, которые я себе там и не перестаю задавать, на самом деле. И считаю, что они очень важны для того, чтобы двигаться вперед. Редактор субтитров А.Семкин